Бегство от шальных снарядов. В мире. 27 июня. Бегство от шальных снарядов. Утром 24 июня на юге Казахстана прогремели мощные взрывы. В складском помещении воинской части номер 44856, дислоцированной в городе Рысь, сдетонировали боеприпасы и начался пожар. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию населения России, которая составляет почти 45 тысяч человек. Число погибших в результате взрывов по официальным данным составляет 3 человека. Об этом 26 июня сообщил официальный представитель комитета МВД страны по чрезвычайным ситуациям Нурсултан Нур Ахметов. Еще 165 человек получили ранения, 89 из них госпитализированы, 15 находятся в реанимации. У большинства пострадавших черепно-мозговые травмы и ожоги. Однако в связи с обстановкой в месте чрезвычайное происшествие, которое сейчас напоминает зону активных боевых действий, произвести точный по счет всех погибших и раненых пока просто невозможно. Очевидцы рассказывают, что сумевшие покинуть часть военные под разрывами снарядов помогали эвакуироваться гражданскому населению, останавливая попутные автомобили, чтобы люди смогли как можно быстрее покинуть зону возможного поражения. В некоторых случаях это приходилось делать буквально силой. На выложенных в интернет видеороликах видно, что многие покидают Арысь даже пешком. По словам первого замминистра обороны Мурата Бектанова, в части номер 44856 служили в основном контрактники, солдат-срочников там не было. На сегодняшний день в эвакуационных пунктах уже размещены свыше 3,5 тысячи жителей Арыси. Пункты приема граждан были организованы в школах, мечетях и других помещениях. В пунктах остаются 3566 человек, из них 623 ребенка, сообщил на брифинге 25 июня Аким Туркестанской области Казахстана умерзак Шукеев. В связи с необходимостью незамедлительно покинуть опасную зону детей приходилось эвакуировать отдельно от родителей. Несколько несовершеннолетних в данный момент считаются пропавшими без вести. Всех детей, потерявшихся в процессе эвакуации, будут собирать в средней школе аула Тариары Корда Басинского района, позже их фотографии разместит на официальном ресурсе местная администрация. В АРСИ работают саперные подразделения Минобороны Казахстана, которые обезвреживают на территории неразорвавшейся боеприпасы. В работах задействовано 22 группы разминирования, и их количество будет увеличено до 40. По словам замминистра внутренних дел Юрия Ильина, в военной части хранились боеприпасы для сухопутных войск, артиллерийские боеприпасы и системы залпового огня ракетных установок. Мощных и опасных авиабомб и радиоактивных боеприпасов на складах не было. Во вторник утром после того, как место возгорания обследовали с военных беспилотников, на территории части было приостановлено тушение пожара из-за сохраняющейся угрозы взрывов. По данным председателя комитета по ЧСМВД Казахстана Владимира Бекера, в настоящее время сохраняется угроза взрывов, так как разлет был значительным, и снаряды находят и в жилом секторе, и на железнодорожных путях, и на железнодорожном узле. По этой причине было остановлено движение поездов на участках Шемкент-Арыс-Тимур и отменены все поезда, отправлявшиеся из городов Актоби, Алма-Ата, Кизелорда и Туркестан через станции Арыс. По данным казахстанской компании пассажирские перевозки, всего было остановлено 20 пассажирских поездов, в которых находился 8 121 человек. На станциях в Шемкенте, Туркестане, Тюль-Кубасе, Таразе, Шу, Шиели и Кизелорде организовали размещение пассажиров, которым предоставили еду и напитки. Для организации работы в специальном режиме компания и перевозчикам был создан оперативный штаб, благодаря этому более 11 500 пассажиров уже доставили по месту назначения автомобильным транспортом или альтернативными железнодорожными маршрутами. Власти просят жителей города Арыс не возвращаться в свои дамы до полной ликвидации угрозы взрывов снарядов, разлетевшихся со складов в воинской части. На территории города Арыс к настоящему времени удалось обнаружить и ликвидировать более 500 взрывоопасных предметов, сообщил в среду на брифинге заместитель министра обороны страны Бакит Курманбаев. Несмотря на это, в опустевшем городе уже начали орудовать мародеры, правоохранительные органы задержали трех человек, разграбивших магазин и частный дом. С целью недопущения подобных инцидентов власти ввели досмотр въезжающих-выезжающих на оцепленную территорию автотранспортных средств. Президент Казахстана Касым Жамар Такаев поручил установить причины инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием, веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Стоит отметить, что трагедия, случившаяся 24 июня, уже не первый случай, когда в Туркестанской области происходят такие чрезвычайные происшествия. Взрывы были в 2009 году, тогда при утилизации боеприпасов погибли 3 человека, 17 пострадали, в 2014-м двое погибших, один раненый. В ноябре 2015 года на полигоне во время уничтожения отходов произошла детонация взрывчатки и погиб технолог. По мнению экспертов, сама близость города к такому хранилищу уже грубейшее нарушение норм безопасности, а в казахстанской прессе поднималась ранее скандальная тема некачественного оборудования, установленного на заводах по утилизации боеприпасов. Впрочем, не задал года последнего чрезвычайное происшествие в части, где произошел взрыв, проводилась проверка, которая никаких нарушений не выявила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова